О народном умельце Анатолии Серебренникове из поселка Нижневкино наша программа рассказывала не раз. Его памятники и копеечки, кормилицы картошки, портреты земляков, выполненные гвоздями, удивляют кировчан и гостей Вятского края. Сейчас художник готовит подарок к юбилею известного актера Александра Калягина. В гостях у народного мастера побывала Анастасия Войнолович и Вячеслав Голиков. Дом номер два по улице Солнечной в поселке Нижневкино местная достопримечательность. Хозяин Анатолий Серебренников назвал его музеем-усадьбой «Улыбка». Экспозиция начинается прямо с дороги. Здесь выставлены предметы быта, которые достались Анатолию в наследство от бабушки и которые он собирал в течение 30 лет по окрестным деревням. Рядом деревянные скульптурные композиции, вдохновленные полотнами русских мастеров. Еще Анатолий Серебренников прославился умением создавать портреты из гвоздей. Это увлечение берет начало еще в детстве. У нас была пекарня на берегу реки. А чтобы заработать копеечку на кино, 5 копеек тогда было кино, нас заставляли ребят разбивать ящики, дровишки поколоть, шепочки подобрать, чтобы булочку дали вечером. Вот. И мы разбирали ящики непосредственно, значит, и эти гвоздики из-под гвоздей кидали в стенку. Вот. Кидали в стенку. У меня зрительная память как-то, значит, сохранилась хорошо. Я смотрю, а червячок. Ага. Вот хвостик беличий. Ага. Вот лягушонок. Первым Анатолий вдохновил на подобный портрет гений Леонардо да Винчи. Эта работа вошла в Книгу рекордов России. Процесс создания таких работ кропотливый и небыстрый, может потребовать несколько месяцев. Работать приходится иногда и под лупой, четко вымеряя каждый миллиметр. Не просто подобрать по цвету и размеру материал. Надо широкие шляпки, надо определенный цвет подбирать, чтобы изгиб был. Вот. Но затягивает. Интересно. Анатолий создал портрет Александра Грина, копия которого находится теперь в музее писателя. Только что закончил работу над портретом Александра Калягина. Я создал один шедевр, потом второй, потом третий. И вот так до сегодняшнего дня я дошел, значит, уже до более тонких таких портретов. Вот. Как, например, вот будем смотреть с вами, значит, Александра Грина, вот, и Александра Александровича Калягина. Вот. Тем более они все наши земляки вятские. Анатолий собирается в начале октября поехать в Москву, чтобы лично вручить подарок юбиляру. Ну а в работе у народного мастера сейчас находится портрет Федора Шаляпина, который он также готовит ко дню рождения великого русского баса. Анастасия Войнолович, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.